Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Вместо 13 и 15 процентов в Югре доходы от налога на богатых направят на лечение тяжелобольных детей. Сургут в 3D формате. Расскажем, как создавалась цифровая карта города и зачем специалисты запустили в небо десятки квадрокоптеров. Поклонники космоса или хулиганы? Наши журналисты в Нижневартовске разбирались, что произошло в сквере космонавтов. Обо всем подробнее прямо сейчас. Дистанционно, онлайн и очно губернатор Югры приняла новые меры по обеспечению безопасности населения. В частности, они касаются образовательного процесса. Так, с 1 по 31 декабря вузам рекомендуют проводить лекции онлайн. Практические занятия очно, но с разведением потоков. Исходя из того, что на одного человека в аудитории должно приходиться 4 квадратных метра. 6 и 11 классы будут учиться дистанционно. Это касается школ с числом учеников, превышающим проектную мощность в полтора и более раза. А также, если у персонала в течение двух недель диагностировали более трех связанных между собой случаев ковида. За минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 202 новых случаев заболевания коронавирусом. 9 из них в Нефтьюганске. Амбулаторное звено в городе говорит о некотором снижении. Напряженная работа у скорой началась еще весной. Количество вызовов с начала пандемии увеличилось втрое. За последние три недели количество звонков по ОРВИ и пневмонии побило все рекорды. Звонков стало гораздо больше, а пациенты тяжелее. Если весной практически не было выездов к детям, то сейчас они бывают довольно часто. Типичные симптомы ковида, которые чаще всего озвучивают, это затрудненное дыхание и потеря обоняния. Однако, по словам врачей, которые ежедневно имеют дело с этим вирусом, он коварен именно своей изменчивостью. У нас было две, мы работали весну, лето. Сейчас мы работаем тремя эпидбригадами. В первую волну много бессимптомного течения и подавляющее большинство с клиникой острых и респираторных заболеваний. В легком течении сейчас очень много пневмонии и пневмонии тяжелых. Я работаю уже 20 лет на скорой медицинской помощи, стала большой. И с подобным проявлением такого заболевания сталкиваемся впервые. Хотя, в принципе, до этого был и свиной гриб, помните, и птичий гриб был в 2001 году. То есть, вот такого разнообразия симптоматики, такой, конечно, не было никогда. Коронавирус может проявляться так же, как и с жидким стулом. Это может проявляться болями в животе, это может проявляться рвотой. В Югре число отравлений снизилось почти на полсотни, с 246 до 201. Такие данные представил окружной Роспотребнадзор. Он обнародовал результаты токсикологического мониторинга. Примечательно, что более половины отравлений случайной интоксикации. Самая частая причина алкоголя – его суррогаты. На них приходится 37% всех острых отравлений. На втором месте медикаменты. Это четверть случаев. Каждый десятый отравился из-за приема наркотиков. Чаще отравления регистрируют среди подростков в возрасте 15-17 лет. Здесь на каждые 100 тысяч человек приходится 20 отравлений. Мужчин среди пострадавших больше почти 72%. На полпроцента, но все же стало меньше и смертельных случаев. 63 летальных исхода против 68. Поход к доктору для юных жителей Нижневартовска теперь превращается в веселое приключение. В пятой городской детской поликлинике завершился ремонт. На каждом этаже открылись зоны комфортного пребывания. Это яркие разноцветные кресла, электронные стенды, здравографика, а также бизи-борды, что в переводе с английского означает «занятная доска». С ее помощью ребенок может изучать цвета, геометрические фигуры и предметы. Также в пятом и седьмом отделениях детских поликлиник появились новые игровые комплексы. Такой подарок для малышей сделали представители местного филиала федеральной сети магазинов для дома и семьи. В ожидании приема дети с удовольствием играют разноцветными мягкими фигурами. Игрушки украшены изображениями героев русских сказок. Из них можно создавать легкие конструкции. А еще на них можно отдыхать. Одним словом, проводить в поликлинике время весело и с пользой. Недавно в стенах нашего подразделения появилась вот такая мягкая, яркая, красивая игровая зона, что действительно облегчает период ожидания процедур каких-то диагностических, а также облегчает периоды восстановления, так скажем, после процедур. Проходишь и видишь, как детишки с удовольствием занимаются. То есть уже не кричат, не бегают по коридору, не мешают вести прием, а они заняты. В Сургуте создадут реестр самозанятых. Список предпринимателей уже формируют на инвестиционном портале города. Всего же в налоговой службе крупнейшего города игры сегодня зарегистрированы более 4 тысяч самозанятых сургутян. Это те, кто оказывает услуги частно. Для них действует упрощенная форма отчетности. Зарегистрироваться можно, не выходя из дома. Кассовые аппараты не требуются, а вот субсидии и льготы предоставляет федерация, округ и даже город. Какие именно? В следующем сюжете. Четыре с лишним тысячи самозанятых меньше, чем за год. Цифры, которые озвучивают в Сургуте, впечатляют. С января из тени вышли мастера маникюра, массажа, такси, а еще швеи, флористы, фотографы и пекари. Стать самозанятым несложно. Достаточно заполнить форму в приложении «Мой налог». Плюсов в таком виде предпринимательства немало. Самозанятые, по сути, платят только налог на профессиональный доход. Нет необходимости регистрироваться, то есть иметь статус именно индивидуального предпринимателя. Повторюсь, что это могут быть обычные физические лица, если вы подходите по виду деятельности. Не надо посещать налоговую инспекцию ни в момент регистрации. Не нужно предоставлять налоговую бухгалтерскую отчетность. Ежемесячно сумма налога будет рассчитываться в автоматическом режиме, исходя из тех данных, которые будут поступать в мобильное приложение. Профессионалы-одиночки могут воспользоваться федеральной субсидией, так называемым налоговым капиталом. С начала года для них разработали льготы на местах. Тургутские власти, например, запустили первую форму поддержки – льготные условия по аренде муниципальной площади. Недавно самозанятых в мэрии собирали вновь, чтобы обозначить нужные траты, которые могут стать льготными. Доступны субсидии на компенсацию части затрат по аренде помещений, часть компенсации затрат связанная с продвижением вашей продукции, либо услуги. Также мы предлагаем субсидию, связанную с компенсацией затрат на оплату страховых взносов. То есть основные и консалтинговые услуги. И, возможно, это не окончательный перечень субсидий. И со следующего года на инвестиционном портале появится реестр самозанятых Сургута. Сейчас такого нет ни в одном муниципалитете. Сургутяне готовы делиться опытом. Если реестр субъектов МСП официально формируется на налоговой инспекции и размещенных в публичном источнике, то сегодня реестр самозанятых пока на текущий момент его нигде нет. Предлагаем его разместить на сайте администрации и на инвестиционном портале. Поэтому предлагаем самозанятым подключиться к данному проекту. Направлять нам заявки на включение в данный реестр. Думаем, что это будет помогать и продвижение их услуг в том числе. Самозанятые, а их становится, кстати, все больше, такую упрощенную форму взаимодействия с налоговой службой и властями уже оценили. Юлия Ларионова еще месяц назад работала диспетчером на предприятии. Много лет мечтала стать мастером маникюра. За годы основной работы она смогла пройти множество курсов. Пару недель назад уволилась с работы и вступила в ряды самозанятых. Очень удобная форма налогообложения. Не надо иметь кассу, не надо ходить в налоговую. Все в приложении. Честно, заинтересовала прям. Очень. Юлия, кстати, как и многие ее коллеги, которые только встали на учет в ФНС, планируют в ближайшее время наведаться в управление инвестицией местной мэрии. Условий, чтобы получить помощь от властей, немного, а помощь начинающим предпринимателям существенная. Ольга Придоха, Игорь Батищев, телеканал Югра, Сургут. Бюджет Югры на ближайшие годы останется социально ориентированным. Об этом говорили сегодня на совместном заседании комитетов в Окружной Думе. Так, более 70% региональной казны потратят на медицину, образование, культуру и спорт. Кроме того, планируется, что доходы и расходы бюджета вырастут, а дефицит станет меньше. Также в проекте появится и так называемый налог на богатых. Это югорчане, которые зарабатывают за год больше 5 миллионов рублей. Они будут платить налог на доход 15% вместо 13%. Вырученные таким образом деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей. Проект бюджета рассмотрят завтра на очередном заседании Думы Югры. Большую роль мы отводим институту семьи и детства, потому что так называемый семейный бюджет, если его можно так сказать, назвать, то на него запланировано более 100 миллиардов рублей. Это очень серьезные деньги. За счет них в том числе можно будет запланирована реконструкция, строительство и выкуп детских садов и школ в количестве 27 штук на будущий год. Система здравоохранения Югры – повод для гордости. В 2020 году на ее развитие потратили порядка 111 миллиардов рублей. Сегодня в Югре успешно развивают все направления высокотехнологичной помощи. Больницы регулярно оснащают новым диагностическим оборудованием. Только за этот год на закупку современных аппаратов потратили больше 2 миллиардов рублей. О чудо технике, которая помогает лечить югорчан и гостей региона, расскажет Наталья Акст. Кабинет тот же, а ракурсы для снимков новые. Сотрудники рентгенологического отделения Кружной клинической больницы Ханты-Мансийска в этом году освоили новую технику – универсальный телеуправляемый стол-штатив. Его можно запрограммировать и проводить исследования во весь рост. Для этого пациента укладывают на стол из карбона. Этот особо прочный материал используют в строительстве, авиации и даже атомной промышленности. Сам же стол способен выдержать нагрузку в 250 килограммов. Карбоновый стол позволяет нам не задумываться о весе пациента. Тот же самый 21 век – это не только век новых технологий, это еще и век тучных людей. Поэтому очень важно, чтобы мы в любом случае, вне зависимости от веса пациента, смогли оказать ему диагностическую помощь. По сути, у нас здесь с вами – это компьютерный томограф. Компьютерный томограф, с помощью которого мы с вами можем послойно изучить состав костей нашего тела. Возможности нового стола-штатива я решила испытать на себе и увидеть, как выглядит мой позвоночник во всю длину. Новому приобретению радуются и хирурги. В операционном блоке установили современную лапароскопическую 3D-стойку. Это незаменимый помощник во время операции на органах брюшной полости, малого таза, мочевыделительной системы и грудной клетки. Видеосистема позволяет проводить операции через разрезы длиной всего полсантиметра. Это камера непосредственно, которая через специальный чехол-переходник вводится в брюшную полость или в грудную полость. Передается из этой камеры картинка на экран. И уже при помощи специальных поляризующих очков картинка преобразовывается в 3D-изображение у хирурга. И хирург видит органы брюшной или грудной полости в объеме. У меня, в принципе, такие дома тоже есть. Запотевают, кстати. Новая стойка позволяет не только вывести на экран качественное изображение органа, но и сокращает время проведения операции. День апробации новой стойки. У нас было две одинаковых операции, фактически одинаковых пациентов. И мы первую операцию делали на нашей, на привычной нам стойке. И операция продолжалась полтора часа. А следующую пациентку мы уже взяли на новой стойке. И оперативное вмешательство мы закончили в течение часа. Проходите. В этом году настоящее чудо медицинской техники появилось в Сургутском кардиодиспансере. Такой трехтесловый томограф с повышенной мощностью есть еще только в Санкт-Петербурге. От обычного он отличается специальным большим блоком по углубленному исследованию сердца и системы кровообращения. Это помогает кардиохирургу выстраивать более четкий план операции и минимизировать возможные риски. Томограф начал работать в начале августа. На сегодняшний день на нем выполнили уже почти 600 исследований. То, что может делать магнитализация томографа, конечно, превосходит все наши ожидания. В среднее время исследование сокращается на 30-40%. Он дает, прежде всего, комфортные условия исследования. То есть, в общем-то, и дизайн световой, и специальные программы по поглощению шума. Также можем предложить пациентам специальные наушники с музыкой, для того, чтобы мог пациент немножечко расслабиться. За последние два года парк диагностического оборудования в больницах и поликлиниках округа значительно обновился. На новых аппаратах МРТ обследовали больше 3,5 тысяч югорчан. Компьютерную томографию прошли свыше 9 тысяч человек. С июня этого года в травмцентре Сургута работает современный аппарат «Ангиограф». На нем провели операции и обследовали больше 100 пациентов. До конца года еще два компьютерных томографа, три аппарата МРТ и два ангиографа установят в медучреждениях Нижневартовска, Нягани, Сургута, Урая и Хантамансийска. Наталья Акс, Елена Каткова, Леонид Чемляков, Игорь Батищев. Окружная телерадиокомпания «Югра». К концу 2020 года в «Югре» заработает еще один мобильный технопарк. Он будет функционировать на территории Хантамансийского и Нефтьюганского районов. И охватит более 6 тысяч детей, проживающих в небольших городах и поселках. Сейчас в «Югре» действует 5 стационарных кванториумов. В них могут заниматься более 15 тысяч школьников. В «Югре» 238 тысяч детей получают дополнительное образование. Это более 80% юных югорчан от 5 до 18 лет. Более 47 тысяч. Для этого используют специальные сертификаты, в том числе в негосударственных организациях. Карта Сургута стала объемной. Так называемый ортофотоплан власти города рисовали все лето и осень. Сейчас Сургут в формате 3D можно увидеть на портале «Твой двор». Здесь жители смогут контролировать свой двор и управляющую компанию. Пригодится такая карта и контрольному управлению. По ортофотоплану специалисты без труда найдут несанкционированную стройку или незаконный ларек. Обо всем подробнее в сюжете Ольги Придохи. Цифровая карта с точными геоданными каждого объекта появилась в Сургуте совсем недавно. Чтобы создать ее, специалисты запустили над городом десятки квадрокоптеров. Работали днями напролет. На каждом объекте, будь то дом, магазин, остановка или двор, теперь наложено несколько информационных слоев. О владельцах, планах межевания и даже ответственных за содержание лиц. Просто, если сказать, ортофотоплан — это высотная фотография, которая в себе несет геоданные, точные геоданные. По данной фотографии можно увидеть, определить геопозицию, где находится какое здание. Сейчас можно зайти в систему, посмотреть, под какую стройку была выделена территория, и сравнить, увидеть, что выделено под дом, стоит магазин. И уже выйти на место предметно и с этим разобраться. Найти все, чем живет город и каждый его уголок, сегодня может любой пользователь на портале интерактивные карты Сургута. Активнее всего ортофотопланом пользуются специалисты контрольного управления и департамента архитектуры. На карте можно в проекции наблюдать, как появляются новые и не всегда законные постройки. Когда земельный участок находится в закрытом доступе, либо он недосягаем, либо он очень обширный, большие площади у него, и невозможно это обойти. Конечно, принимали в работу квадрокоптер, облетали территорию и уже получали конкретные данные. Умные гаджеты помогли, кстати, не только в отношении незаконных ларьков и построек. Летом коптеры обследовали полигон ТБО, где по обращениям горожан произошло возгорание. И таких сфер, как рассказывают в администрации, много. Это свалки, полигоны ТБО, также полигоны для утилизации снежных масс, проверяли на предметы соблюдения экологических, санитарных норм. Также принималось активно при загрязнении окружающей среды, это то, что всем известно, когда в летний период была загрязнена река Сайма. Орто-фотоплан, карта живая и постоянно меняющаяся. Чтобы отслеживать все новшества в городе, квадрокоптеры будут выпускать в небо над Сургутом с завидной регулярностью. Умные машины власти планируют применять и в других отраслях. Одна из таких – настройка работы светофоров. Ольга Придоха, телеканал Югра, Сургут. Смертельное ДТП сегодня рано утром произошло в Сургуте. Водитель Тойоты ехал из Нижневартовска в Сургут. Машина вылетела в кювет, врезалась в дерево и загорелась. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия. Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП. Сквер космонавтов в Нижневартовске, который открыли всего месяц назад, уже нуждается в ремонте. Страстные поклонники космоса порвали цепи, качели и разбили информационное табло. Некоторые жители гордо считают, происшествие – дело рук хулиганов. Но в истории появились новые подробности. Пока эксперты взяли время для оценки ситуации. Своё решение они вынесут в ближайшие дни. На месте происшествия побывал Алексей Шабанов. Над созданием сквера космонавтов в Нижневартовске строители трудились всё лето. Визитной карточкой проекта стала модель космического корабля «Союз». Точная копия оригинала, правда, в три раза меньше. Её установили в самом центре, а вокруг разместили скамейки. Каждой дали название планеты Солнечной системы. Стоимость строительства составила 18,4 миллиона рублей. Там были федеральные деньги, окружные и городские. Правда, оценить все прелести нового сквера в полной мере вортовчане не успели. Любители прогулок спугнула начавшаяся зима. И всё же здесь умудрились порвать цепи на качелях и разбить пластиковый информационный стенд. Так сквер космонавтов выглядел ещё накануне. Ремонтные работы здесь провели достаточно быстро. Но если цепь на качелях наживить было несложно, то на табло пришлось полностью менять панели. Сквер открыли всего месяц назад. Но если ремонтные работы здесь придётся проводить так часто, то бюджет объекта станет действительно космическим. Впрочем, сейчас у заказчика уже появились вопросы к организации, которая выполняла подряд. Доска, которая информационная, она так сформирована, что люди непроизвольно думают, что это кнопки, нажимают на них. А за этими кнопками просто стекло приклеено. И она выдавливается, а вовнутрь падает. Мы его, конечно, сейчас будем продумать, каким образом его закрепить, чтобы она не выдавливалась. Но просто хотелось бы попросить, чтобы люди не нажимали. Это не для того предусмотрено. По рекомендациям администрации, подрядчики проведут дополнительные работы в ближайшее время. Новые стенды будут надёжнее. И желание их ломать ни у кого не возникнет. Алексей Шабанов, Елена Составова, Евгений Лоскутников. Телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. В Нижневартовске вахтовик остался без досуга и без денег. Мужчина рассказал полицейским, что приехал в «Югру» на заработки. Решил отдохнуть и позвонил девушке лёгкого поведения. Она сообщила, что встреча возможна, но нужна предоплата. Кроме того, мужчину попросили оформить страховку на девушку и на себя. В итоге вахтовик лишился 20 тысяч рублей. Но на этом мошенники не остановились. Уже на следующий день потерпевшему позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка. И пояснила, что ему начислили бонусы в размере 7 тысяч рублей. А для их перевода нужно назвать данные своей карты и смс-коды. Доверчивый мужчина повёлся на уловки и потерял ещё 19 тысяч рублей. По всем делам югорские полицейские завели уголовные дела. Сургутский памятник улыбки вошёл в топ-100 необычных скульптур России, составленный сервисом поездок и путешествий. Теперь памятник примет участие в борьбе за выход в финал всероссийского конкурса «Скульптура». По его итогам определят самую необычную скульптуру страны. Проголосовать за сургутскую улыбку можно будет с 1 по 7 декабря. Памятник улыбки появился в Сургуте в 2006 году. Его автор – канадский скульптор со славянскими корнями Олег Дергачёв. Смеющаяся рыба и сидящая на ней русалка в ушанке. Располагается у входа в Кровический музей. У рыбы есть ладошки и считается, что если их потереть, то можно зарядиться позитивным настроением на весь день. Следить за новостями телеканала «Югра» теперь можно и в Инстаграм. Имя аккаунта на ваших экранах, его легко запомнить. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова